Если изучить историю латвийского плавания, то одним из главных его центров однозначно будет Елгава. Арсен Мискаров, серебряный призер Московской Олимпиады из этого города, титулованная Агнеса Озолани оттуда же. Неудивительно, что Андрей Дуда, участник двух Олимпийских игр, также родом из Елгавы. Но не об этом речь. В последнее время он все чаще приезжает домой из США, где у него свой бизнес, он занимается недвижимостью. Все чаще его можно увидеть в бассейне. А еще вместе со своими единомышленниками пару лет назад он основал клуб ветеранов плавания Митау Свим. Обо всем этом Андрей Дуда рассказал в интервью РусЛСМ во время одного из своих приездов домой. В 2020 году началась пандемия, и вот как-то не было что делать. Там эти все спортзалы, ну в Америке, когда я там жил, закрылись, но бассейны были открыты. Ну вот и тогда я еще приехал в Латвию в 2020 году, и я там общался со своими бывшими там пацанами, которые плавали и так далее. И они меня пригласили на соревнования мастеров. Я такой, ну давайте, почему нет? И вот проплыл и посмотрел, что у меня еще очень хорошая форма. И вот так и началось это все. Там годик потренировался, еще лучше результаты стали, и потом все. Уже чемпионат Европы, чемпионат мира и так далее, да. Сейчас другое, там столько информации есть, и если кто-то сказал, Андрей, тебе надо тренироваться там 7 раз в неделю, да, по 2 тренировки в день, я бы сказал, не, спасибо, да, я все бросил. Но я только плыву 2 раза в неделю, может 3, там перед соревнованием, может 3, да. И я плыву очень мало, только очень качественно и быстро. И я в зал хожу. Андрею Дуди 42 года, но что любопытно, ему до сих пор принадлежат 7 рекордов страны. В силу возраста теперь он участник ветеранских чемпионатов мира и Европы. Что важно отметить, он выходит на старт не ради галочки, а побеждает и ставит новые рекорды, только уже в своей возрастной категории. Откуда у него появилась такая страсть уже после окончания карьеры? В каждом спорте должна быть какая-то цель, либо медаль, либо результат. И вот в плавании результат – это моя цель. И, ну, если так честно, я хочу побить свои старые рекорды. Когда ты был действующим спортсменом еще? Да. И вот сейчас в Японии у меня осталось там 6 сотый до своего латвийского рекорда. Так, ну, это так интересно, потому что я сейчас лет 15 старше, да, чем тогда поставил рекорд. И вот это меня мотивирует сейчас, да. В детстве Андрей Дуда чем только не занимался – баскетболом, спортивным ориентированием и даже BMX. Но плавание, в конце концов, перевесило. Спасибо младшей сестре. А еще его любимому тренеру, как он сам говорит, Галине Броке. В плавании я начинал стартовать соревнования, я выигрывал всякие там первые места иногда. И вот это было как-то интересно. Но самый первый плавец в моей семье была моя сестра. Она была младше меня, но она была гораздо лучше. Она там всякие призы там выигрывала и ехала там всякие там в Германию и так далее. Ну вот, и меня это очень мотивировало, потому что я хотел быть лучше ее. И вот как-то плавание развивалось вот так у меня. Со времен детства тебе на всю жизнь запомнился запах хлорки, скажем так, в бассейне? Ой, конечно, да. Этот запах – это просто ностальгия иногда. Да? Заходишь в бассейн и сразу… Да-да-да. Когда речь зашла о его выступлениях на двух олимпиадах в Афинах и Пекине, он обозвал себя туристом. Признаться, я впервые встретил столь самокритичного олимпийца. Знаете как, я поехал на обе саннервания, на обе олимпиады как турист. Я попал типа так, ну, еле-еле. И вот подготовка на первую олимпиаду была лучше, чем на вторую, но результаты были лучше во второй. Ну, видите, мне длинная вода. Ну, это 50 метров. Да, она мне не очень. Там, грубо говоря, там больше надо плавать. А мне лучше нравится короткая вода, потому что там меньше надо плавать. Я отталкиваюсь лучше, под водой лучше плаваю, мне старт лучше. И вот мне как-то длинная вода не очень. И я когда еду на саннервании по длинной воде, у меня просто нету такой энергии, такого кайфа, когда я плыву по короткой. И вот олимпиада как-то ехал, потому что... Была такая возможность. Была возможность. Я поехал, там было интересно, круто, но про результаты я там не очень горжусь. Отдельный рассказ о его переезде в США в 19-летнем возрасте на учебу в один из колледжей Огайо – Кэньон. Кстати, он и сейчас советует всем молодым латвийским пловцам, кто хочет развиваться и прогрессировать, а заодно получить за океаном высшее образование, точно такой же путь. Это был Кэньон колледж, это университет в штате Охайо. Я там получил, как называется, International Student Scholarship. Ну, это да, это грант такой был, да. Я там платил немножко за книги и так далее. И вот я там 4 года учился и плавал за эту команду. Как ты вообще попал? Все-таки ты не из страны, где плавание на топ-уровне, но тебя все-таки взяли каким-то образом? Да. По связи какие-то или... Да, ну, видите, я сам искал, я хотел... Вот мне эта страна, Америка, как такая, очень нравилась, и я знал, что есть возможность там плавать, если есть хорошие результаты. И когда у меня было 18-19, там у меня было пара рекордов Латвии, и вот я старался. Но там первые дивизии, которые считаются самые хорошие, ну, типа, не хотели меня брать. Те, которые хотели, мне надо было доплачивать. Но вот третья дивизия, там, где уровень меньше, мне было легче. И моя подруга Силгавы, Агнеса Озолани, она тоже училась два или год перед мной, да, и вот она там все помогла устроить мне в том же колледже, Кеннин колледж, да. Я выбрал языки, я как лингвист считаю, считаюсь, да. Я учил там испанский и немецкий, да. А ты сегодня умеешь общаться на испанском, немецком? Ум пока. Немножко, да. Не, да, я говорю, я в Испании жил там 4-5 месяца, когда я учился в Америке, меня перевезли, ну, я сам переехал в Испанию жить там 5 месяцев, как Апмайнс программу, да. Обмен программ обмена, да, да. Обмен программ обмена, и вот, и потом бакалаврию защищал на испанском. Ну, на таком испанском, да. Я понял. Когда я закончил колледж, у меня папа умер, который жил тут, и все поменилось у меня, я думал, может мне там остаться, и типа вырваться там. Потому что в Латвии, вот я не знал, либо я хочу плавать, либо работать, и я думал, что в Латвии это все вместе сделать, это очень трудно будет плавать и работать. А там я мог работать тренером, и оплатить все налоги, да, и так далее, и до сих пор еще плавать. И вот я остался там и плавал. Если заработать, занимаясь плаванием или тренируя детей, очень сложно, надо найти другой способ. И Андрей Дуда в 2006-м решил уйти в бизнес, перебравшись в штат Джорджия. Сейчас он является маклером, продает и покупает дома в 6-миллионной Атланте. В 2014-м году я решил, что я больше тренером не хочу работать, ну, так интенсивно. Мне нравится быть тренером, но зарабатывать не нравится. И вот я как-то вообще перекрутил всю свою жизнь и пошел учиться как, ну, маклером. Ну, там, если очень интенсивно учиться, там, пару месяцев, и все, ты... В Америке, да. Да, ты сделал свой этот сертификат. У нас такого вообще в Латвии нет, как я знаю. А там, там, ну, там курсы и так далее, да. И сделал сертификат, и можешь идти продавать дома. И вот так я с этим и начал, и сейчас я покупаю и продаю дома там. То есть, если к тебе сейчас обращусь с просьбой, найди мне, пожалуйста, во Флориде дом, ты найдешь для меня. Ну, в Флориде, ну... Это дорогой штат? Я живу в штате Джорджия, и в Флориде мне там нету... Моя лицензия там не работает. А, там по штатам именно, да? Да, да, да. У тебя в Джорджии? Да, там каждый штат, там, своя лицензия работает, да. Моя лицензия там в Флориде не работает, только в Джорджии, да. Ну, дом в Джорджии ты можешь найти. Да, 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 да. Очень легко. Андрей Дуда после завершения своей спортивной карьеры все же стал чемпионом мира, пусть и среди ветеранов. Произошло это в прошлом году в Японии. Он регулярно обновляет мировые рекорды, но мечтает о другом. Чтобы вывести наше общение на позитивные рельсы, пришлось немного заглянуть в будущее. Ты можешь себе представить через 10 лет тренером здесь в Латвии по плаванию? Или нет? Или ты исключен? Могу. Можешь, да? Да. Если появится какая-то хорошая возможность, конечно, да.